всем привет меня зовут юля вы на моем канале сладкий персик и сегодня у нас с вами рецепт чизкейка без выпечки а чизкейк по-русски это сметанник или что ну скорее всего это не сметанник а большая творожная запеканка ресирники потому что в оригинале в чизкейке пользуется сыр филадельфия сметана это все-таки не сыр поэтому да это скорее творожная запеканка понятно сыр ф PSC, первый раз вообще такой слышу, я знаю есть ролла филадельфия, а ролла филадельфия называется роуми филадельфия потому что в них есть сыр филадельфия. открыть себе просто года, вот это да значит пока у меня оператор стоит в шоке от того, что существует соль Филадельфия, я вам расскажу про ингредиенты, которые нам понадобятся. И, кстати, да, нам не понадобится духовка, мы будем это все делать в микроволновочке. Нам нужна сахарная пудра, любой творожный сливочный сыр, немножко сметаны, сливочное масло, печенье, яйцо и посуду, в которой можно готовить в микроволновке. Мы с вами сначала приготовим основу. Для этого мы берем печенье, у меня вот такое, юбилейное, обычное, без добавок, и измельчаем его в крошку. Это можно сделать в блендере, можно в тупке, можно в скалке, в общем, как вам удобно, главное, получить крошку. Вот такая вот крошечка у нас получилась, красота. Что мы делаем дальше? Мы пересыпаем крошку, которая у нас получилась в блюдо, и добавляем растопленное сливочное масло. Ну, это примерно грамм 3-40. Ну, в общем, нам нужно это все перемешать, чтобы у нас получилось такое тесто песочное. Может, сразу масло в блендер добавить и там... Сюда? Просто не хочется его пачкать, его мыть сложнее. Там есть такая вот пипочка, которая не позволяет равномерно перемешать, поэтому логичнее пересыпать. Блин, вы не видите, что у нас за кадром происходит? У нас просто кошка. Очень-очень смешно сидит. Покажи, скажи. Вот вы помните, если у детских сказки были, где там бабулька такая ставня открывает и такая говорит, вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Вот примерно так же выглядит Аква. Наше тесто готово. Теперь мы, значит, его в сторону пока убираем и будем делать крем. Крем мы делаем из сыра, сметаны, яйца и сахарной пудры. Это все нам нужно смешать. Можно ложкой, можно венчиком, можно миксером. В общем, все равно. Главное получить однородную консистенцию. Ах, как я люблю сыр. Мне очень лень доставать и пачкать миксер, поэтому я просто с того ложкой пока что воспользуюсь. Кстати, вот ученые из Колумбийского университета недавно сделали очень интересную вещь. Угадай какую. Связано с сырниками, ой, с чизкейком. Да, они напечатали на 3D-принтере чизкейк. Там как-то использовали лазерные какие-то там технологии, чтобы реально выпекли. Выпекли, да, там все правильно. Но он у них получился съедобный, но страшный. И теперь они сказали, будут работать над тем, чтобы блюдо визуально получилось еще нормальное, не только съедобное. Ах, не вовремя, как запищало. У нас яйца сварились, надо их выключить. Потом доснимем. Итак, смотрите, у нас, значит, есть для чизкейка крем. Вот он здесь. И есть тесто. Теперь нам нужно это все просто разложить по формочкам. Это у меня такие формы, их можно использовать в микроволновке. На это, пожалуйста, обратите внимание. Иначе что? Иначе это может взорваться. Например, если там фольгу поставить, будет не очень хорошо. Ты пробовал фольгу ставить хоть раз в микроволновке? Да я тебе про это и рассказывал. Вот. Предупреждал. Сейчас мы тесто вот так вот кладем в форму и слегка его утрамбовываем обратной стороной стакана, влаживая, чтобы она была плоская. Теперь разливаем наш крем и ставим все это дело в микроволновку на примерно 2-3 минуты. У меня мощность где-то 800 ватт, наверное. Сколько у нас мощность? Да, где-то 800. Где-то 800, да. В общем, все зависит от вашей микроволновки. Лучше все-таки поставить на поменьше, чем переготовить. Поэтому выбирайте сами. Разливаем крем. Кстати, я совсем забыла, что подписчики постоянно просят указывать диаметр формы. Поэтому дай мне, пожалуйста, рулетку. Сейчас я прям померяю. У меня по верхнему краю диаметр формы 12 см, высота 6 см, форма заполнена где-то до 500 см. Вот, имейте в виду. У меня получилось из количества ингредиентов 2 таких формы. Иса пришла к нам. Смотрите, у меня в итоге формочки простояли 2 минуты в микроволновке. Это выхватило. Вот такая красота получилась. И сейчас я хочу, чтобы Женечка у нас попробовала. Пойдешь? Да. Иди. Ой, волнуюсь вообще, переживаю. Первый раз пробую. Нормально, прям. Прям вкусно. Вот это да. Вообще его в идеале нужно охладить. Ну да-да-да, он должен быть холодный. Я поем пока ты говори. В общем, получилось здорово. В идеале все это дело нужно брать в холодильник, чтобы оно остыло. Но и так тоже вкусно, я тебя спрашиваю. А, да, очень вкусно. Все, ставьте лайки, подписывайтесь, ждем вашего отзыва. Пока. Приятного аппетита.